Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня вопросы, которые мы с вами рассмотрим, они касаются работы с родителями. То есть мы посмотрим возможности нашей системы перспективной начальной школы для организации взаимодействия с родителями. Именно взаимодействие. То есть на сегодняшний день, когда мы с вами уже при организации уроков вышли из информационного подхода на системно-деятельностный, на личностно-ориентированный, то и нужно отметить, что в работе с родителями мы другие аспекты рассматриваем. То есть современным родителям, как таковая новая информация, если мы не сформируем соответствующих запросов, если у них не появится вопросов, она им не нужна. И родительские собрания на сегодняшний день как раз могут быть интересны для родителей с тех позиций, что мы поможем родителям организовать взаимодействие со своим ребенком, в том числе, и помочь ему стать настоящим учеником. Поэтому мы сегодня с вами рассмотрим следующие вопросы. Они видны на слайде. Мы по порядку будем к ним обращаться. Вот первый вопрос, который я хотела бы поднять, и это тот вопрос, которым мы можем заинтересовать родителей и тем самым организовать определенные взаимодействия. Это как увидеть и оценить достижения ребенка в школе. Вот первые вопросы, как и что делать, готовые решения для родителей по этому вопросу мы с вами получим в пособии Росгельфанны Чураковой, Александра Михайловича Соломатина. Обложку вы увидите на экране, у меня в руках. В мае месяце по материалам этого пособия мы провели свое первое общероссийское родительское собрание для будущих первоклассников, для родителей будущих первоклассников. Что здесь важно? Важно изначально нацелить родителей на то, что изменились потребности современного общества, что мы с вами живем в информационном обществе, значит, учим использовать современные источники информации, что основным источником информации для первоклассника становится учебник, тетрадь, электронная форма учебника, что педагог перестает быть тем источником информации. То есть нам очень важно перестроить сознание родителей на школу и начать работу с таким стереотипом, с которым мы очень часто, педагоги, встречаются, это «а мы не так учились», нас не так учили. То есть им вот как раз первые родительские собрания, настрой родительской общественности как раз происходит на согласовании вот в этих аспектах. Можно посмотреть и само родительское собрание в записи, познакомиться с материалами этого пособия. Оно интересно и оно как раз написано вот в той форме, в которой должны на сегодняшний день проходить родительские собрания. Это вопросно-ответная форма, то есть педагог как бы сам себе от имени родителей задает вопросы и через описание ситуации выхода или на примере работы с учебником, анализа учебника, то есть разбора каких-то учебных ситуаций на уроке дает возможность родителям усвоить эту информацию. Нам очень важно, чтобы вот в том, какие результаты родители будут видеть и оценивать у своих первоклассников, чтобы они в первую очередь обратили внимание не на то, или не только на то, что ребенок выполняет в тетрадях, там пишет или в тетрадях на печатной основе подчеркивает, заполняет пропущенные эти строчки. Такими же важными достижениями, посмотрите, я даже отметила это как первоначальное умение, которое позволит ребенку быть успешным в классе, сформирует у ребенка вот это желание учиться, потому что мы сейчас, педагоги, я имею в виду, сталкиваемся в большей степени не с тем, что ребенок чего-то не может сделать, а в большей степени то, что ребенок не хочет этого делать, потому что он привык в большей части вот через игровую деятельность, а во многих семьях игровая деятельность подменена просмотром телевизора и играми за компьютером и выполнять учебные задания, вот слушать и слышать объяснения на уроке, то есть включаться, вот эта произвольность внимания, то есть это как раз те необходимые умения, которые и позволят ребенку адаптироваться к школе и переходить от игровой деятельности к учебной, то есть навыки общения со сверстниками взрослым, умение задавать вопросы, развернуто отвечать на них, то есть вот нам очень важно, чтобы на первых родительских браниях педагоги вот задавали родителям вот эти ориентиры, то есть если мы с вами говорим о том, что стандарт нас нацеливает на формирование не только предметных результатов, но и мета-предметных, да, личностных результатов, также и в работе с родителями мы с вами вот эти ориентиры тоже должны задавать. А дальше мы предлагаем вам работу по оценке родителями достижения ребенка в школе разворачивать через наши дневники достижений. То есть дневники достижений разработаны с 1 по 4 класс. Сейчас готовится к выпуску программа по работе с этими дневниками. И мы изначально предлагаем, чтобы работу с дневниками, особенно чем младший ребенок, тем это более необходимо, чтобы она проходила во взаимодействии со взрослым. А где-то это может быть учитель, где-то это необходимо, чтобы включился родитель. То есть посмотрите, как раз в дневниках личных достижений вот какую бы страницу, в каком бы дневнике мы не открыли, вот я тут открыла 2 класс дневник, да, то есть вот разворот, да, я узнала много нового и интересного о природе своего края, да, я умею вести наблюдения. То есть вот, ну, конкретно, да, я знаю, что объединяет такие растения, как деревья, кустарники и травы. И далее, и далее идет материал, то есть ребенок, выполняя эти задания, сможет продемонстрировать свои достижения по освоению предмета. И если мы с вами полистаем, то мы здесь с вами увидим отражение не только предметных результатов, но и метапредметных, да, я умею работать с учебником. То есть как ребенок 2 класса может продемонстрировать свое умение работать с учебником, а он понимает определенные значки, вот эти символы. Он умеет пользоваться страницей содержания, он умеет работать со словарями, знает назначение всех этих словарей. То есть, по сути дела, краткое содержание основных предметов и базовых достижений предметных и метапредметных, то, что касается каждого класса, дневника нашло отражение в этих заданиях. Поэтому необходимы родительские собрания, где мы с опорой на дневники личных достижений раскроем, да, то есть покажем, каким достижением мы стремимся. И далее мы проиллюстрируем, ну, какие-то, может быть, даже мастер-классы покажем, как, особенно в первом, втором классе через игровую деятельность можно вот работать с этими дневниками. Следующее, вот, возможно, с ресурсом, когда мы с вами говорим о, вот, определенном ориентире, с одной стороны, на достижение, а с другой, когда родители видят необходимость помощи при подготовке домашних заданий. То есть, вот я вам разворот даю, вы потом презентацию скачаете и вчитаетесь, но это, опять же, способие, готовые решения для родителей, то есть мы разворачиваем определенные действия родителей по поддержке подготовки домашних заданий. То есть, опять же, на родительском собрании мы говорим о том, что при подготовке домашнего задания основным для нас ориентиром, безусловно, является учебник. И самая лучшая помощь и поддержка ребенка будет в том, что мы откроем с ним учебник и если не знаем, как выполнять конкретное задание, вернемся в начало параграфа, прочитаем вопросы и предложим ребенку на них ответить. И предостерегаем родителей, то есть, в том случае, если они не понимают логику вот раскрытия материала, о ней тоже, наверное, будет возможность говорить на родительских собраниях. Вот это наша логика от частного к общему, от общего к новому частному. То есть материал задается в таком познавательном ключе, то есть создается развивающая среда, и ребенок не получает готовых знаний. Он через систему вопросов, которые готовят ему, которые позволяют пронаблюдать. То есть и тогда через учебник, отвечая на вопросы учебника, родители с ребенком имеют возможность еще раз тот материал, который был пройден в классе, возможно, ребенок отвлекся, или как бывает такая ситуация, что ребенок вроде нас слушает, но вместе с тем не слышит. То есть вот этот материал еще раз пройти, расставить какие-то акценты, а затем уже приступить к выполнению конкретного домашнего задания. Но если же родитель, я повторюсь, не понимает логики разворачивания материала, то в этом случае есть необходимость обратиться за помощью все-таки к педагогу, а не объяснять ребенку, так как родитель помнит со времен начальной школы. Потому что давайте все-таки будем отдавать себе отчет, то, что наши родители давно учились в начальной школе и с тех времен прошло достаточно много изменений. Все-таки начальная школа для большинства из них была пройдена в прошлом веке, то есть и нынешний информационный век достаточно привнес много нового. Поэтому на родительских собраниях первое, наверное, что нужно научить, чему родители, это научить работать с учебником. Вот точно так же, как мы учим первоклассников, учим второклассников, то есть с чего мы начинаем? С условных обозначений, с того, что мы обращаем внимание на маркированный текст, с того, что мы учим работать со страницы содержания, то есть научить родителей работать с любым учебником. То есть это, безусловно, даст больше помощи ребенку в подготовке домашних заданий, чем, ну, я не знаю, может быть, даже 2-3 высших образования родителя. То есть должно, то есть мы вводим родителям в ту среду, в которой обитает ребенок, то есть с учебниками, с тетрадями на печатной основе, с хрестоматиями, если есть электронные формы учебников. И вот примером такой работы будет очередное всероссийское онлайн-собрание родителей младших школьников, на которое мы рекомендуем вам зарегистрироваться. Собрание пройдет 16 декабря. Регистрация открыта. Мы предлагаем там, где есть возможность собрать родителей в школе с тем, чтобы вы присутствовали, возможно, если потребуется какой-то комментарий, внесли его или помогли родителям сформулировать вопросы для нас и записать их. Родители также могут зарегистрироваться самостоятельно, могут впоследствии посмотреть это собрание в записи. Мы изначально, вот есть листовки для родителей, которые вы можете скачать и распространить среди своих родителей, раздать на очередном родительском собрании. говорим о том, что все вопросы, которые будут заданы до собрания, во время собрания, мы на них обязуемся ответить. В качестве подарка для всех, кто зарегистрируется на это собрание, мы на электронный адрес регистрации вышли в электронном виде еще одно наше пособие для родителей. И по итогам вот этого Всероссийского родительского собрания дополнительно будут представлены в записах вебинары по каждому из предметов. Ну, мы берем основные предметы, то есть помогаем детям в математике, в русском языке, в чтении, во владении навыком чтения, какие-то акценты расставляем, так как в рамках родительского собрания подробно раскрыв все-таки эти вопросы не удастся. И вот здесь мы для вас тоже, ну, в какой-то степени, как некоторый такой обучающий материал, то, как мы предполагаем на сегодняшний день вести работу работу с родителями. И вот помогаем им не только обозначить вот те ориентиры, те достижения, на которые мы нацелены, но и на то, как помочь освоить. Ну, вот то пособие, которое при регистрации на родительское собрание все получат в электронном виде бесплатно, как раз и позволяет рассмотреть те трудности, которые возникают у первоклассников при изучении математики. Ну, вот по вопросам это, как бы, ну, наибольшее затруднение как раз есть вот во владении математикой. И что вы, если откроете это пособие, вы увидите, вы увидите, что мы рассматриваем основные темы, то есть вот сверху, сверху можно пролистать и увидеть вот тема слева и справа вверху и внизу, левее, правее, между, налево, направо, да, то есть все темы, которые мы изучаем в математике основные в первом классе, мы везде выбираем задания, которые возможно при выполнении ребенок испытывают трудности и показываем, как проверить, действительно ли есть эта трудность и как над этой трудностью работать, то есть какие вопросы дополнительные задать ребенку, какой материал еще раз объяснить, что показать, да, то есть уже в такой вот индивидуальной работе. Для вас это, ну, хороший такой материал относительно того, чтобы еще раз родителям показать и особенности преподавания в школе 21 века, да, в информационный век, и еще раз обратить внимание на то, что учебник написан для ребенка, то есть все вопросы направлены именно на ребенка, на его восприятие, увидеть пошаговость наших заданий, то есть как бы немножечко заглянуть внутрь и вместе с тем предостеречь родителей от такой ошибки, как натаскивание, да, то есть если мы выполним одно и то же задание многократно, то тем самым мы решим определенные проблемы, то есть что вы понимаете, что ничуть так не бывает и основная как раз проблема и во многом трагедия, допустим, родителей в первом классе, что они серьезно относятся к подготовке ребенка к школе, но подчас в детском саду, я не знаю, репетиторы, сами родители нацелены на определенные предметные результаты, счет, письмо, чтение и им кажется, что вот до ста, до тысячи считает, там читает определенное количество слов приходит в школу, а учитель не хвалит ребенка, то есть и родитель явно видит, что он не выделяется среди других детей, или родитель видит, что ребенок испытывает реальные трудности при изучении основных предметов и не понимает, то есть мы готовы к школе, это как раз вот результат натаскивания, который, может быть, еще в первой четверти сыграет какую-то роль, а дальше что, а дальше нужны вот как раз те умения, о которых мы говорили с вами в самом начале, то есть это умение слушать и слышать, это умение принять учебные задачи, это умение войти в детский коллектив, это умение выстроить со взрослым какие-то взаимоотношения, это умение спрашивать, обращать на себя внимание, когда не получается, не сидеть, ждать, когда педагог на него обратит внимание. И вот здесь пошагово родитель сможет помочь ребенку и преодолеть вот те трудности, которые он испытывает. Такое же пособие скоро выйдет печать, то, что касается путеводителя для родителей математика во втором классе. И если есть необходимость вот в таких пособиях, то эта серия будет расширяться, то есть задавайте такие вопросы, то есть создавайте необходимость, то есть говорите о том, что необходимы такие пособия, по каким вопросам, то, что касается, допустим, того же русского языка, обучения, грамоте и так далее. То есть в этих пособиях мы вам даем, раскрываем раскрываем вот эти вот новые подходы, то есть через конкретные ситуации, вопросы относительно того, как вести, направлять родителей. Потому что какой бы родитель занятый не был, он все равно заинтересован в своем ребенке, и и мы очень часто сталкиваемся с вами с тем, что буквально стопроцентно родители считают своих детей, ну, если не одаренными, то способными. И тогда следующее пособие, да, то есть из серии у вас способен ребенок, вы должны его поддержать. То есть посмотрите, основная, главная наша мысль это не через домашнее обучение, не через домашние тренировки заменить школу, а именно оказать поддержку, потому что помощь родителей, вот их поддержка, вот это сопровождение со стороны родителей любому ребенку просто необходимо, потому что ребенок, придя в школу, попадает совершенно в другие, не только внешние условия, но и внутренние, то есть идет смена позиции, то есть вот это становление позиции школьник, я школьник, я ученик, я ученик конкретного класса, то есть я ученик конкретной школы, то есть посмотрите, как это все медленно формируется и даже то, что касается поведения, каких-то правил поведения, то есть если ребенок освоил позицию я ученик от первого А-класса, то мы можем с вами говорить о том, что он в первую очередь будет реагировать на замечания со стороны своего учителя и если он бежит стримглав по рекреации его останавливает другой учитель и ему о тех же правилах поведения начинает говорить, то он подчас не воспринимает замечания другого учителя потому что это уже на шаг выше это уже другая позиция то есть ребенок должен уже ощущать себя не учеником только конкретного класса он должен ощущать себя учеником школы кроме своей учительницы понимать что есть другие учителя и любой другой учитель это тоже что будет носитель вот этих в данном случае как мы с вами рассматриваем ситуацию правил поведения и те же правила поведения может напомнить дежурный по коридору более старший ученик допустим четвертого класса и вот это все переход от игровой деятельности к учебной это еще целый процесс почему нельзя торопиться с домашними заданиями ведь совершенно не случайно уже не одно десятилетие мы с вами в ситуации какой что в первом классе не задаются домашние задания до сих пор можно встретиться с педагогами с родителями которые возражают против этого и говорят ну как можно учить без домашних заданий а очень часто вот эти домашние задания очень мало привносят в развитие ребенка в становление его учебной деятельности в развитие каких-то конкретных ну даже предметных умений то есть они наносят больше вреда потому что за счет них формируется нежелание учиться то есть несформированность интереса мотивации то есть прежде чем давать домашнее задание у ребенка должен быть сформирован какой-то все равно первоначальный интерес к тем новым видам деятельности а у ребенка этого нет он говорит неинтересно потому что мы каждый день с книжками и с тетрадками мы ему говорим так вот посмотри сколько разных предметов он говорит да нет все одни и те же книжки и одни и те же тетрадки и посмотрите ребенок начинает дома при выполнении заданий если вот он морально к этому не готов подставить он говорит я всегда дома играл и смотрел телевизор да то есть посмотрите вот это неготовность личностная и поэтому вот ко всему этому подходим постепенно создаем условия и вот очень интересное пособие сам подход к ребенку вот исходя опять же говорю из такого даже можно сказать родительского стереотипа хотя какой-то стереотип каждый ребенок индивидуален интересен да по-своему у него свои способности поэтому вот вы считаете своего ребенка способным мы согласны мы любого ребенка считаем способным только давайте разберемся на что он способен да то есть что можно считать вот рассматривать вот этими способностями мы потихонечку начинаем мы начинаем говорить с коммуникативных способностей причем посмотрите мы опять же вот перемите вот этот стиль общения с родителями которые есть на всех страницах наших пособий то есть мы не ищем виноватых если есть какие-то проблемы и трудности мы не уходим в в конфронтацию то есть вы по одну сторону фронта родители по другому и предъявляем друг другу претензии да то есть мы не даем просто информацию то есть информируем ребенка и это не академические издания не монографии это действительно материалы для работы с родителями это то что поможет выстраивать взаимодействие вы считаете что ваш ребенок способен да может быть он проявляет способность в коммуникации ну тогда давайте задумаемся то есть обязательно в классе есть ребенок который познакомился или которого знают все дети это тот ребенок с которым стремятся все сидеть за партой это тот ребенок вокруг которого на переменах собираются другие дети один два и даже целая группа то есть стремится то есть посмотрите мы задаем определенные конкретные ситуации и родитель что начинает он начинает через эти ситуации через эту призму смотреть на своего ребенка и отслеживать это делает безусловно выводы то есть ну хорошо мой ребенок не умеет общаться с большинством сверстов но он хотя бы познакомился и знает как зовут его соседа по партии то есть посмотрите когда мы очертили определенный портрет да то есть дали характеристики такого ребенка то легко уже здесь вот эту определенную такую градацию привести то есть на каком уровне то есть вот эти способности у моего ребенка или может быть у вашего ребенка хорошие организаторские или лидерские способности то есть как это опять проявляет и опять идет ситуация да то есть посмотрите и вот здесь отвечая на вопросы какого ребенка можно считать способным да то есть какая деятельность поможет ребенку в развитии его способностей то есть опять же обращение к комплекту то есть что и вы и родители ну должны хорошо понимать что если мы с вами возьмем 24 часа то есть наши сутки и посмотрим то есть берем из них сколько ребенок спит сколько он находится в школе сколько он смотрит телевизор сколько он гуляет а пожалуйста а сколько он общается с родителями и исходя из того что ребенок продолжительное время находится в школе значит и общение да то есть оно продолжается на вот этой интеграции того что происходит в школе и того что то есть вот эти точки соприкосновения того что может происходить в семье то есть есть очень важные дельные советы относительно допустим того же семейного чтения то есть это и хорошая основа в целом для взаимоотношения детей и родителей то есть это огромное влияние оказывает не только на навык чтения даже не столько на навык чтения сколько в целом на вот эту взаимосвязь мамы папы и ребенка то есть вот полистайте это пособие и вот точно так же как вы находите всегда в классе родителей то есть вы их сразу вычленяете выделяете буквально иной раз с первых родительских собраний которых вы будете включать в родительский комитет которые будут вашей правой рукой но давайте посмотрим на коллектив родителей еще из других сторон да то есть какой из родителей будет заинтересован в развитии тех или иных способностей то есть вот эти ключики подобрать то есть и начиная работать со своим ребенком то есть можно будет потом привлечь и к этой работе и других детей то есть что я здесь имею ввиду я имею ввиду уже здесь развитие таких специальных способностей как интеллектуальные там допустим спортивные какие-то наклонности через что можно то есть обязательно как развивать вот эти специальные способности ребенка безусловно через наши научные клубы то есть это тоже обязательно должно стать предметом обсуждения на родительском собрании то есть познакомиться что это за клубы обязательно приведите в пример письма которые писали дети ваших вашего предыдущего выпуска к нам обратитесь то есть мы вам можем предложить выборку таких интересных писем покажите вот эти задания в учебнике обязательно расскажите на что они направлены то есть что важно в этих заданиях то есть как помогут выполнение вот этих необязательных в общем-то заданий в предметной успешности то есть посмотрите во втором классе какое хорошее задание то есть нужно выписать две группы родственных слов а также записать формы одного и того же слова здесь замечательная подсказка что если тебе трудно то ты можешь сначала сделать рисунки и если это будут родственные слова то у тебя получится разные рисунки разные картинки а вот для разных форм слов ты разные картинки не нарисуешь то есть привести то есть что дети с удовольствием это делают что они осваивают через это и навыки общения письменного общения то есть посмотрите поздоровалась всех перечислила с кем хочу напомнила как ее зовут что она член нашего клуба в конце написала что нестерпением ждет ответов то есть посмотрите и вот отвечая во втором классе на вопрос да то есть чтобы если ты встретишь произведение которое подходит в этот раздел да то есть вот напиши нам пожалуйста да то есть вот который можно поставить на полку гостеприимному барсуку и ребенок пишет я еще сам не нашел но я сам придумал да пишет хоп посмотрите какой прекрасный рисунок и здесь что здесь тоже могут родители то есть какую помощь они могут оказать при выполнении вот более подробно об этом будет в пособии у вас способный ребенок и вот когда выйдет программа по работе с дневниками достижений и дальше посмотрите то есть если мы с вами познакомим родителей то есть и вот с этой серией олимпиады и конкурсы то есть вот есть тетради для олимпиадных с олимпиадными заданиями есть страница опять же в учебнике с конкурсами да то есть к этому можно заранее готовиться можно пополнять помогать ребенку выполнять эти задания или смотрите прекрасная серия программ курсов внеурочной деятельности ведь все имеют вот эту тетрадочку номер 3 с программой внеурочной деятельности то что мы с вами называем расчетно-конструкторское бюро то есть возможно ребенок ну в силу каких-то причин ну например занимается музыкальной школе не имеет возможности ну большое количество часов внеурочной деятельности посещать школу но ведь можно конкретно предлагать детям заинтересовывать родителей с тем чтобы они выполняли эти задания то есть знакомить то же самое то что касается электронных образовательных ресурсов то есть это еще один ресурс по поддержке детей своими родителями то есть у нас с вами есть учебники электронные и тетради смотрите у нас есть с вами аудиодиктанты то есть об этом есть вебинары вы можете с ним познакомиться на сайте вы можете поработать с демоверсиями также родителям предложить есть тренажеры то есть когда родитель не имея педагогического образования по сути дела что может подготовить помочь подготовиться ребенку к той же итоговой работе то есть к тем же всероссийским проверочным работам потому что иной раз вы даете такие задания родителям без педагогического образования то есть не зная специфики сегодняшнего современного образовательного процесса эта помощь иной раз идет во вред здесь пожалуйста функции родителя сводится только контролю иной раз только к итоговому контролю познакомьте с такими интересными нашими проектами как окружающий мир в интерактивных иллюстрациях посмотрите есть даже пособие для занятия летом по электронным образовательным ресурсам есть дополнительные вебинары о них вот всю информацию вы можете узнать подробно а еще лучше если вы запишетесь на следующие наши курсы по перспективной начальной школе по работе с электронными ресурсами в рамках нашего комплекта или на курсы по внеурочной деятельности как раз о тех пособиях которые вы сейчас видите на экране вы сможете получить подробную информацию и тогда смотрите мы с вами говорим о взаимодействии родитель готов взаимодействовать с вами потому что он заинтересован в ребенке в чем в успехах ребенка что обеспечит эти успехи ребенка он должен знать к чему стремиться то есть у нас есть личные достижения он должен знать как помочь в подготовке домашних заданий мы об этом мы с вами сказали он должен понимать как развивать способности потому что каждому родителю хотелось бы чтобы его ребенок в тех или иных направлениях был продвинут в чем-то то есть вот эти ресурсы как у вас так и у родителей есть ваша задача заинтересовать включить их в это взаимодействие постепенно то есть будьте готовы к тому что если родители до школы то есть не занимались с ребенком то определенные обучающие моменты то есть в этом взаимодействии обязательно должны быть у вас эти ресурсы так же как у родителей есть поэтому продолжаем с вами сотрудничать ждем вас на очередном родительском собрании 16 декабря на вебинарах которые будут посвящены консультациям родителей ждем вопросов которые волнуют вас и ваших родителей декабря в